Микс Ньюз. Программа Синема. Поехали! Здравствуйте, уважаемые кинолюбы. Это программа Синема. Олег Пеков в студии. Ну и сегодня в нашей студии мы будем говорить о кино. И у нас в гостях Хакмофилм в лице Александра Дубаневича. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. Ну и помогает нам Родион Золотарев. Обеспечивает качество связи. Ну и сегодня мы, кстати, разыграем билеты. И билеты на один из фильмов, который представляет Хакмофилм. В мультикино это будет картина. Ну, в ночь кино, но в том числе можно будет посмотреть и эту картину. Они, может быть, мы и начнем. Я не знаю, рассказ. Вот мы в прошлый раз нашу прошлую встречу говорили о тех ближайших премьерах, которые нас ожидают. И, в принципе, со временем нашего последнего разговора появилась новая информация уже и о картинах, какие-то картины. Появились трейлеры, тизеры, новые материалы. Главное, Оскар раздали. И раздали, да, Оскары. Кстати, вот, может быть, по поводу Оскаров, насколько удовлетворены результаты? Ну, это очень получил «Гринбук», как известно, «Зеленая книга». Фильм, казалось бы, довольно недалекую, но, в принципе, не очень близкую нам тему, опять же, расовой дискриминации. Я как раз его перед Оскарами тут порекламировал немножко, сказал, что, несмотря на такую тему тяжелую, он достаточно, ну, легко подан и будет интересен нашему зрителю. И выяснилось, что он действительно интересен. В общем, мы очень довольны. Ну, получил он, кстати, неожиданно. Мне казалось, что все-таки получит, господи, забыл, «Рома». Да. «Рома», да. Все-таки, ну, как-то вот они все-таки решили. Ну, он уже получил, как лучший иностранный фильм. То есть, они решили, может быть, больше одного в руки не давать. Ну, в смысле, он там получил за режиссуру достаточно большой комплект наград. Но Оскар помог прокату картины. Да, конечно, несомненно. И, кстати, до сих пор еще идет эта картина. Десять недель, я вижу, десять недель. Но больше только вот «Богемская рапсодия» на 22 недели. Ну, и, в принципе… Ну, «Богемская рапсодия» – вообще космос. То есть, это 98 тысяч с половиной зрителей. То есть, там, в принципе, конечно, пожалуй, это, наверное, самый кассовый, ну, вот посещаемый фильм. Я бы даже сказал, что это такой тренд небольшой по поводу вот кино, связанного с музыкой данным. На данном этапе голливудского, так сказать, мейнстрима, вот «Богемская рапсодия», потом «Звезда родилась» с Леди Гагой. Ну, и, кстати, вот в тренде могу сказать, что у нас на этой неделе выходит, опять же, картина о музыке на этот раз, о подростковых конкурсах музыкальных. Называется «Тин Спирит» «За мечтой». Да. Переводится «Тин Спирит» – это, ну, название конкурса в Америке. Что-то вроде «Алло, мы ищем талант» или «Х-фактор», там, или, не знаю, «Голос», опять же, «Песни на тайну», ну, что-то вот в этом роде. Ну, и Эль Фаннинг играет главную роль, ну, и, соответственно, как я сказал, это в тренде всё. Там очень много современной музыки, опять же, оригинальной, не только, ну, как бы, фоновой, но оригинально написанной для этого фильма, так что… Эль Фаннинг сама поёт? Да, вроде бы сама, и все Эль Голдинг, ну, в общем, все, там очень много, на самом деле, список артистов, которые, соответственно, написали музыку для… или, ну, каким-то образом помогали в написании саундтрека к этому фильму, вот. Так что с 5 апреля «Тин Спирит» за мечтой. Ну, и ещё одна премьера на этой неделе – это «Шазам». Кстати, эти две картины, вот и «Шазам» и «Тин Спирит», они входят в «Ночь кино», которое предлагает мультикино. Ну, вот мы, я всё напоминаю, что мы через какое-то время разыграем билеты на это мероприятие, и вот «Шазам», в принципе, как гвоздь программы, я по нему подаю, с этой ночи кино, потому что тоже эта картина ещё не выходила в Америку, то есть она выходит у нас одновременно с американской премьерой. Вот, может быть, про это тоже… Ну, это продолжение, опять же, вселенной DC, так сказать, как известно, у нас две конкурирующие фирмы, Marvel и DC. Как две колы, по-моему, да. Да, да, в своё время DC пытался делать что-то своё с Заком Снайдером, Бэтмен против Супермена и прочее, ну, как-то не получилось. В итоге они немножко поменяли свою концепцию, и, ну, когда раньше DC, они были как бы в противовес Marvel, который там довольно такое весёлое кино, а с экшеном когда-то DC был очень мрачным. Ну, если кто знает комиксы, то в комиксах точно так же. Marvel – это комиксы такие лёгкие достаточно, а DC, он, ну, более такой замороченный ком. А вот в итоге они пошли немножко в сторону Марвела, и вот «Шазам» – это один из героев этой вселенной, и, в принципе, это такая, ну, больше такая комедия даже, можно сказать. То есть это фильм о супергероях, но это не замороченное какое-то кино, а такое весёлое, развлекательное достаточно. И если кто помнит, был когда-то в 80-х, по-моему, да, фильм с Томом Хэнксом «Большой», где, соответственно, подросток превращался во взрослого, оказывался в теле 30-летнего мужчины, 13-летний там, да. И вот эта вся психология подростка, и то есть мужчина ведёт себя инфантильно, и это создавало, ну, какие-то такие очень трогательные ситуации. Я до сих пор помню это кино, но было, наверное, вот один из первых фильмов Тома Хэнкса, который принёс ему славу, потому что он очень удачно подошёл под эту роль. И актёр, который сыграл главную роль в «Шазаме», я, честно говоря, раньше его не видел, не помню, но мне очень понравилось, ну, просто по трейлеру насколько он… Да, он как-то мне сначала казалось, что он очень такой, ну, может быть, таким слишком, ну, что ли, навязчивым как-то, ну, но в итоге он очень хорошо, он как-то поймал этот баланс, чтобы не выглядеть глупо, там, играя 13-летнего подростка, да, в своем, так сказать, ну, возрасте, там, уже 30, да, там, от 30 до 40. И как-то это он очень, так, очень хорошо выдержал этот баланс, и, в общем, получилось довольно смешно, забавно. Ну, там, Калдун, который выиграет Джимон Хонсу, он превращает, ну, вот, в волшебном заклинатке… Ну, главный герой, подростку, ему нужно просто сказать, там, «Шазам», он превращается в супергероя, который, естественно, там, спасает опять вселенную от кого-то злодея. Ну, да, злодей играет Марк Строн, который, по-моему, уже, ну, просто такое клеймо бедное на актёре, он всегда отдувается за… Ну, если у него лицо такое. Да, но это очень… Кино получилось, судя… Ну, я видел только трейлер, вот, Александр видел целиком фильм, мне вот просто показалось, что очень легкое такое, достаточное. Да-да-да, ну, там, ничего там, наоборот, все о семейных ценностях, там, в принципе, ну, не сказать, что все-таки, конечно, там, монстры какие-то появляются, так что, там, совсем деток водить не надо на этот фильм, конечно, но в целом нет, конечно, это вот, ну, в сторону Марвела это, как бы, очень весело, забавно и… То есть, мы видим супергероя, который с душой 13-летнего подростка, и вот практически в этом заключается весь комизм, потому что этот парень, подросток, он, ну, не понимает, как ему действовать со своей силой, он не понимает, вот, что ему… Ну, это в нашем понимании он не понимает, в его понимании все отлично, они идут, там, из банкомата деньги достают, там, ну, и прочие такие дела. Ну, конечно, главная его цель, естественно, в другом. Вот, ну, и если вот есть у вас желание посмотреть эту картину, я не знаю, мы можем, может быть, прямо сейчас сделать небольшой конкурс. Дело в том, что я прочитал очень интересный факт, что главному герою пошили даже 10 костюмов, причем хотели сделать так, чтобы этот костюм не создавал… Ну, не при помощи спецэффектов, а там какие-то лампочки зажигаются, там, значит, молнии, это все вот там было проведено электричество, еще какие-то там всякие хитрости. Сколько стоил один костюм? Вот у меня очень простой вопрос, вот их было 10 изготовлено для фильма. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Вот вы сможете сходить на «Ночь кино», посмотреть и этот фильм, и еще вот до кучи там предлагается 10 других фильмов, среди которых «Отин спирит». Вот попробуйте представить себе, сколько может стоить вот этот костюм, один из этих 10. Вот не все 10, а только один. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Дозваниваетесь в студию, и вы можете выиграть билеты в кино, посмотреть эту картину на большом экране. Ну вот пока вы дозваниваетесь, да, этот фильм еще не вышел в Америке, но есть какие-то отзывы, может быть, там, как его вообще воспринимают? Ну, я, конечно, естественно, могу звучать, как опять я его рекламирую, но, в принципе, отзывы положительные о нем. Ну, вот это, я говорю, это легкое такое кино, ненавязчивое, и, ну, им сложно, попкорновое кино, сходил, развлекся, там, сложно не угодить вообще, конечно, с таким фильмом. Ну что, друзья, неужели никто не собирается сходить посмотреть эту картину? Ну, вот 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Сколько мог стоить этот костюм? Вот 10 тысяч, 100 тысяч или 1 миллион? Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Да, слушаю вас, как зовут вас? Виктор зовут, ну, я, предположить, хотел бы, что, может быть, тысяча долларов. Ну, вот я уже предлагаю 10 тысяч, 100 тысяч или 1 миллион варианты. А, ну, давайте 10 тысяч. 10 тысяч, огромное спасибо, Виктор, больше. Вот, представляете, больше стоил этот фильм, Воспо-фильм, костюм, то есть вот один костюм только стоил больше. Здравствуйте. Добрый день. Добрый, вас зовут? Меня зовут Юрий, я думаю, что цена 100 тысяч. 100 тысяч. И это тоже неверный вариант. Вот, спасибо большое. Сейчас мы, я думаю, получим про... Нет, не получим, сорвался звонок. 6-7-212-93-9, 6-7-213-93-9. Уже остался один у нас вариант, всего-навсего. Алло. Алло. Добрый день, я думаю, 1 миллион. 1 миллион, как зовут вас? Норманд. Норманд. Норманд, поздравляю, это действительно 1 миллион. То есть, представляете, 10 костюмов, 10 миллионов ушло только на создание, ну, вот этого костюма главного супергероя. То есть, это совершенно фантастическая сумма, но в Голливуде все возможно. То есть, этот костюм... Может, алмазы? Там, может быть, алмазы поставили. Я не знаю, что там за алмазы, не алмазы, но действительно вот раз. Что это такое? Норманд, спасибо огромное. Вы отправляетесь на ночь кино, сможете посмотреть в мультикино и эту картину, и там «Тин Спирит», и там еще огромное количество, и камень. Там наш латвийский фильм, кстати, «Классы Солидуэмс». То есть, это тоже можно будет увидеть. Я вас попрошу просто перезвонить нашему секретарю. 67 00 10 27. Скажите, что вы победитель. Сейчас, минуточку. 67 00. 67, да. 00 10 27. Это номер, по которому нужно перезвонить. Скажите, что вы победили, и вас запишут, и ваш номер запишут, чтобы вы смогли сходить на этот фильм. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо, до свидания. Вот, ну и да, это меня действительно поразило, потому что еще, главное, 10 костюмов было создано, но я понимаю, на все случаи жизни, что если он будет поврежден или там запачкан или что-то еще. Ну, то есть... Нет, ну, при бюджетах там 100 миллионов. Миллион размах. Что там мелочиться. Но из знаменитых актеров, там, пожалуй, был только вот Джимон Хонсу, если... Ну, и Марк Строн, такие, ну, вот известные актеры. Будем надеяться, что исполнитель главной роли прославится. Что еще? Ну, вот если... Вот мы сейчас по текущему репертуару «Королевский корги», я смотрю, на втором месте по посещаемости, был за прошлую неделю. Вот из ваших фильмов, может быть, несколько слов об этой картине? Ну, это добрый мультик про корги, породу собак. Вот главный герой – это, как бы, есть британская королева, у которой есть... у нее любимая порода собак корги. У них там живет в ее букингенском дворце, там, штук пять, наверное, четыре, по-моему, да. И, ну, появляется новый корги, он становится любимцем главным. Соответственно, есть какой-то корги, который хочет стать, занять его место. Ну, и там вот начинается все это. Причем там близко к политической повестке, потому что в начале фильма там Трамп фигурирует. Они так его довольно мило простебали. И Милане Трамп тоже, соответственно. А в чем секрет вот этой картины, которая, ну, в принципе, вот вторую неделю в прокате, на втором месте по посещаемости, то есть, ну, явно понравился фильм? Ну, там, ну, опять же, это собаки, во-первых. Это, ну, они сделали такую очень хорошую заявку трейлером в фильм, который, в принципе, хочется посмотреть. Честно, я даже со своим ребенком пошел с удовольствием, в общем-то. Это семейное, да, кино? Да, это семейное кино, дублированное, соответственно, в латышском, на русском языках. Нужно сходить, просто расслабиться, смотреть. Ну, и ребенку спокойно, легко воспринимать дублированный фильм. Не нужно читать. Ну, кстати, будет для взрослых тоже, как я уже сказал, там немножко, немножко они так в легкой форме стебутся над Трампом, там, над политикой, еще что-то. Но, конечно, это не главное-главное там приключение этих собак. Ну, вот из новостей кино, буквально мы сегодня только… Сегодня, по-моему, вышел новый трейлер фильма «Джокер». Ну, это первый, а тизер фильма «Джокер». Да, сам «Джокер» будет в октябре. Это, соответственно, как утверждает компания Warner Brothers, это новый тренд DC, опять вселенная DC, это комикс. Это, ну, «Джокер», наверное, один из самых известных протагонистов, соответственно, злодеев, а вообще комиксных, соответственно, в исполнении незабываемого хита Леджера в свое время. А до этого Джека Николсона. До этого Джека Николсона, плюс там море всяких экранизаций в 60-х годах. Но ведь это одна, скажем так, из таких вот очень сложных, именно для любого актера ролей, потому что до этого все восхищались, ну, когда вышел фильм «Тема Бертона», именно игрой Джека Николсона, все говорили, что вот насколько там, ну, вот необычный такой злодей, то есть, ну, он буквально как, ну, какой-то привнес действительно новизну в изображении злодея на тот момент. И казалось всем, что переплюнуть Джека Николсона очень сложно, и вот вдруг появился Хит Леджер, который тоже произвел вот эффект взорвавшейся бомбы. Это «Темный рыцарь» Нолана. И его, как бы, ну, его смерть сразу, ну, еще до выхода фильма на экраны только подогрела, подстегнула вот это какой-то, ну, ореол, культ. И вот после всего этого, вот когда, я представляю, актеру предлагают сыграть эту роль, насколько это, ну, накладывает его ответственность, и это тебя неизбежно будут сравнивать. Ну да, мы говорим про Хоакина Феникса, который новый Джокер у нас, но, с другой стороны, это, наверное, вызов тебе, как актеру, сделать что-то свое и попытаться переплюнуть того же Леджера, да, там, Николсона. Мне кажется, это… Ну, и еще, соответственно, если кто помнит, в «Отряде самоубийц» Джокера играл Джаред Лито. Тоже, ну, все актеры, они такие очень хорошие, своеобразные, у всех своя, ну, как бы, своя трактовка. То есть, конечно, персонаж Джокера, он такой разносторонний, там можно открыться как актеру. Ну, всегда говорят, что там, например, о плохих персонажах легче играть, потому что ты можешь что угодно в него вложить, там, да, там, как бы, хороший персонаж, он как бы хороший. А тут можно, наоборот, раскрыться как-то там вообще, поэкспериментировать. И если кто видел уже, вот он буквально час назад взорвал интернет, если кто видел тизер этот Джокера, то он такой вот реальный тизер, если ты его посмотришь, это просто как, ну, чуть ли не оскаровская драма о человеке, испытывающем какие-то психологические проблемы адаптации там в обществе. И вот как-то пытающийся из этого вырваться каким-то образом, там, вот он красит себе лицо и прочее. Ну, в общем, то есть, потому что это комикс, ты узнаешь буквально там с последних кадров, где DC появляется лого там, да. То есть, это что-то, ну, совершенно, как бы, неожиданное. То есть, этот рекламный ролик, он очень резко отличается от того, что мы привыкли видеть в качестве вот рекламы кинокомиксов, где обязательно должно быть очень, ну, какой-то экшен, должны быть какие-то спецэффекты. Здесь, ну, действительно, производят впечатление скорее драмы. Ну, это опять же, да, но это тизер опять же, это как бы... А вот разница между трейлером, тизером? Ой, ну, тизер в основном просто, и тизер это от английского тиз, дразнить, да, потому что, ну, в тизере сначала показывается в основном какая-то затравка, что-то заинтриговать, там не скрывается ни сюжетная линия, ну, по большому счёту. Если кто помнит, самый, ну, самый такой выдающийся тизер был, там, Inception, начало Нолана, там, когда какие-то люди где-то там в невесомости летают, что это такое. И народ начинает обсуждать в интернете это всё. Ну, это главная задумка тизера, это как бы просто подразнить немножко. А в трейлере уже там, конечно, раскрывается какая-то сюжетная линия, там какие-то персонажи показываются. То есть, конечно, ну, главная задача тизера – это просто сказать, вот у нас что-то выходит, какой-то фильм, что это будет, мы вам сейчас не скажем, но оставайтесь на линии. Трейлер, вот меня поразила сама идея, почему он называется трейлер, ведь это, ну, прицеп, по большому счёту. Раньше, оказывается, в эпоху немого кино рекламу показывали после фильма, и вот именно оттуда пошло это слово, ну, вот трейлер, трейл. И затем вдруг столкнулись с проблемой, что всё-таки после фильма люди встают и уходят, и никто уже не хочет смотреть рекламу того, что покажут потом. И это стали показывать перед фильмом, что уже никуда не денешься с подводной лодки, и таким образом… А название всё равно осталось. Вот сколько лет мы смотрим, а название осталось. Ну, тизер – это уже современное изобретение, что интересно, есть ещё и тизер-тизера тоже бывает, ну, если какой-то большой проект. Тизер-трейлера бывает. Тизер-трейлера, да. Тизер-тизера-тизера. То есть, там много всяких вариантов. Потому что, например, тоже Джокер, вчера была премьера постера, соответственно. Любая какая-то толика информации о фильме – это, конечно, сразу медийное событие для фанов особенно, для обычных людей. А вот от этого фильма всё-таки ожидают чего? Насколько он должен стать большим событием? Ну, по идее, да. Но сложно прогнозировать, потому что я говорю, что он необычный. Это в любую сторону может пойти. Пока, насколько я знаю, это взорвало сейчас интернет. Потому что это пока необычное что-то. Возможно, когда трейлер подоспеет, через 2-3 месяца, я не знаю, летом, то, возможно, люди посмотрят, скажут, ну да, ну очередной комикс. Мы не знаем. Потому что я видел на какой-то пресс-конференции Хаккин Феникс, где что-то говорил, обращали внимание на его внешний вид. И говорили, что он настолько, вот он вжился действительно в роль, что у него, ну вот, какие-то элементы безумия появились. То есть, как Хитлэджер, в принципе, он жил отшельником, он заперся в номере, там принимал препараты. То есть, ну для него это был такой тоже жестокий эксперимент над собой. Но также и Хаккин Феникс стал частью своего образа, заложником этого образа. То есть, в принципе, вот... Ну да, конечно, да. Он похудел. Очень сильно. Потому что до того мы его видели в одном из последних фильмов Буди Алана с таким довольно пивным животиком. А тут всё наоборот. И это, по-моему, такая достаточно смелая всё-таки идея посвятить фильм именно злодею. То есть, не положительному герою. А я не помню, когда... Ну это тоже своего рода тренд. Если Веном кто-то помнит, это тоже антигерой. В принципе, ну ничего... Ну не сказать, что прям первооткрыватели. Ну да, это всё-таки выбивается больше из такого мейнстрима про комиксы. Но готовят эту картину, я так понимаю, как одно из главных событий осени 2019 года. Во всяком случае, ну, судя по всему, на неё возлагаются очень большие надежды. И именно поэтому вот... Ну, мы сейчас столько говорим про эту картину, просто потому что появился рекламный ролик, которого все очень долго ждали. Потому что, по-моему, картину сняли ещё... Ну, закончили съёмки ещё в прошлом году. И сколько получается продакшн больше года, да? Да, да. После стадии постпродакшна. То есть, это тоже такая одна из таких... Ну, таких знаков, которые вот сопровождают громкий большой проект. Мы сейчас буквально ненадолго прервёмся, после чего вернёмся в студию, продолжим программу «Синема». Продолжается программа «Синема». Сегодня у нас в гостях Акмэфилм в лице Александра Дубаневича. Мы говорим, ну, вот о ближайших каких-то планах, премьерах. Но вот прежде, чем мы продолжим разговор, я, ну, вот хотел ещё раз напомнить действительно грустные новости, что сегодня ушёл из жизни народный артист России Алексей Булдаков. Причём, ну, 68 лет. И это случилось очень внезапно. Он скончался во время гастролей. Говорят, что оторвался Тромб. Ну, и, конечно, звёздная роль в его особенностях национальной охоты. Наверное, это вообще была картина в 90-е годы «Брат» и «Особенности национальной охоты». Такие две... Ну, да, из немногих. Да, таких вот, которые запомнились, которые стали каким-то таким событием, народным кино, которые расходились на цитаты. Я даже смотрю, что во всех проектах, где пытаются там советские фильмы воспроизвести, вот в российском кино не так много сейчас, но вот после 90-х годов фильмов, которые можно цитировать, и, наверное, вот все тосты Булдакова... Ну, да, да. Они как раз пошли в кино. Разобрали. В смысле, пошли в народ. Да. И ведь интересно, что его пытались там... Генерал Иволгин, а он все равно... Его называли как генерал Булдаков, но то есть вот как-то вот он остался в памяти вот со своей фамилией, так эту оригинальную фамилию никто не вспомнит. Ну, и вот говоря еще про российское кино, я просто хочу сказать, что через полтора часа начнется показ фильма «Завод» Юрия Быкова в доме Москвы, но там, по-моему, все билеты уже распроданы. Мне сказали, что практически полный аншлаг, хотя вот интересно, что в российском кино, как будто бы в российском прокате эта картина не очень хорошо себя показала, то есть, ну вот... Но здесь, наверное, точечный такой удар, тем более, что представлять эту картину будет сам Андрей Смоляков, сыгравший одну из главных ролей, олигарха, которого берут в заложники рабочие завода. Ну, я думаю, что это добавляет такого интереса к этому просмотру, то есть вот не знаю, там лишние билетики можно еще пытаться достать или нет. Ну, а мы вот вернемся, может быть, действительно к фильмам, которые сейчас будут показывать «Акмофилм». Вот как вообще происходит, может быть, отбор фильмов, ну, то есть, какие факторы, которые играют важную роль, ну, скажем, ведь не всегда покупается фильм еще до того, как он вышел в широкий прокат, бывает. Ну, если ты хочешь успеть, как бы, да, купить его, то, конечно, это еще на стадии даже, иногда на стадии еще даже... Ну, сценарий вообще есть, конечно, без сценария фильма не бывает, но на стадии вот сценария, на стадии, там, я не знаю, режиссера, не всегда звезды известны. Ну, то есть, ты знаешь просто, какие жанры более-менее коммерческие, все-таки, ну, это кинопрокат, это все-таки бизнес. Естественно, очень много хорошего кино, не коммерческого, но это, опять же, с точки зрения бизнеса, достаточно рискованное предприятие привозить только хорошее кино. Я не говорю, что все коммерческое, это плохое кино, нет. Но некоторым, возможно, кажется, что мы привозим, ну, как прокатчики, не только мы, но и наши коллеги привозят только вот кино, которое вот под попкорн и прочее. И это как бы, ну, ну, не то кино, которое, может быть, не все то хорошее кино, которое можно было бы привозить, но, опять же, я говорю, что в первую очередь, конечно, это кинопрокат, это бизнес. Ну, получается, что здесь нельзя ориентироваться на свой собственный вкус, просто то, что нравится тебе, это не обязательно... Да, для этого команда есть, то есть много мнений, например, у нас, это вообще три страны, ну, Прибалтика вся, соответственно, мы делимся мнениями мнениями и приходим к какому-то общему знаменателю. Но ведь приходится действительно принимать решение очень такое ответственное, вот как ты говоришь на стадии, еще когда фильм даже не, ну, запущен в производство, но еще даже не снят, потому что я хорошо помню историю, когда Дэвид Финчер снимал игру, вот первые эти промо-материалы, когда Майкл Дуглас и Джоди Фостер там были обозначены, то есть Джоди Фостер должно было играть его сестру, а затем уже все переначалось и даже заменили не просто актрису, но переписали сценарий под актера, и вот Шон Пен уже появился тогда. То есть как вот на этой, действительно вот на этой стадии понять, можно рисковать, нельзя рисковать? У нас есть опыт, опять же, у нас есть, при принятии решения всегда пытаемся оперировать уже результатами, ну, схожих фильмов, насколько это возможно там по жанру, но опять же, понятно, что если там в главной роли Том Хэнкс, Том Круз, Том Хэнкс, там, ну, какие-то известные личности, то понятно, что это уже сразу плюс к этому фильму, там, ну, потом жанр, естественно, там, комедии нравятся, да, там, естественно, если это что-то связанное с Америкой, там, то, ну, понятно, что такой фильм, наверное, здесь не будет очень интересен. Ну, то есть чисто американские, какие-то расовые проблемы. Да, да, там Вьетнам, опять же, вот это вот, то, что для них, как бы это актуально, там, до сих пор, то, ну, для нас постольку поскольку. Хотя, конечно, надо смотреть, как я говорю, пример с зеленой книгой, это опять же, ну, такое, ну, это потому, что там был оскаровский шум вокруг этого фильма, конечно, тогда, потому что у нас, конечно, не было таких, ну, больших надежд на него, скажу честно. Мне кажется, что она еще, картина получилась такой, ну, вообще человеческой, то есть там эти проблемы, они все... Да, 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 но до того, как ты не посмотрел, ну, вот что там, путешествие через Америку, белый с черным, опять притеснение, и как бы, ну, не такой фильм, который ты прям скажешь, вот, с друзьями, давай пойдем в пятницу вечером с попкорном, с пивом, с колой посмотрим. Ну, не тот фильм, конечно, не то кино. Ну, ведь очень важно еще, наверное, и продвижение фильма, то есть его какое-то правильное позиционирование, потому что многие бронили, говорили, что вот завод Юрия Быкова, его неправильно продвигали, потому что почему-то понадеялись, что само имя, вот, Юрия Быкова привлечет людей, то, что его пытались продвигать через интервью, там, у Дудя, там, клипом Рэпер Фейса, это вот аудитория оказалась, то есть много было миллионов просмотров в Ютьюбе, но это совершенно не конвертировалось в покупку билетов, потому что это выяснилось, что это две разные аудитории, это аудитория, которая просто не ходит в кино, и вот даже, ведь получается, что просмотры, например, там, трейлеры этого фильма на Ютьюбе, ну, вот на официальной странице, они не говорят ничего, то есть это может быть... К сожалению, да, на нашей практике так и происходит, могут очень много комментировать, очень много лайкать после публикации трейлера, там, в Фейсбуке, на Ютьюбе, где угодно, но это не всегда выливается в посещение, но особенно у нас, где еще и пиратство достаточно большой вред наносит кинопрокату до сих пор, поэтому, ну, опять же, тут нужно понимать, для какой ты аудитории этот фильм продаешь, ну, пытаться понять, понятно, что у всех осечки бывают, и не только у нас, но и у Голливуда, когда пытаются продать одну аудиторию, а та аудитория, которую пытаются продать, она вовсе не хочет этот фильм видеть, а та, которая могла бы пойти на него, она о нем, ну, не знает, или знает не с той стороны его, это очень, очень, очень много тонкостей, на самом деле. Конечно, да, потому что, например, вот, если у тебя там безграничный рекламный бюджет, можно оклеить весь город постерами, можно купить, понятно, там, время на телевидении, чтобы показать ролики в лучший прайм-тайм, можно там, ну, не знаю, там, ну, продолжать и продолжать, там, а если этого бюджета нет, то вот на что, то есть, вот что должно сработать, в какой ситуации, это, наверное, как раз и заключается от тайны профессии, да? Ну, тут просто надо понимать, что ты хочешь продать, ну, как-то, как-то просто разбираешь этот фильм на какие-то составляющие части и для себя решаешь, кому ты хочешь продать и что именно ты хочешь продать. Ну, это, в принципе, как любой рекламный бизнес. Нужно выбрать целевую аудиторию и пытаться ей продать. Ну, как это делается, это, соответственно, уже наша внутренняя кухня. Ну, да, ну, интересно иногда вот заглянуть, мне кажется, вот пример вот фильма «Папа, сдохни» это как раз тоже вот такой пример такого сложного, сложный вот фильма, который нужно найти, вот именно нужно найти свою аудиторию. это Олег говорит сейчас о фильме о таком черной комедии молодого российского режиссера Кирилла Соколова. Мы его привозим сюда, с 12 апреля он выходит в прокат, там играет актер Хаев, довольно популярный сейчас. Ну, и вот буквально недавно же проходил фильм «Как стать русским». «Как стать русским». Да-да-да. Ну, в латвийском арене как я стал русским. «Своим». Ну, да-да. Ну, и… Ну, изображая жертву, знаешь, насеменение. Да-да-да, это все он. И нам показалось, что… я понимаю, что это очень такой рискованный проект, наверное, в России он вообще выходит в 18+. Потому что он достаточно брутальный, но там все дело в том, что сын приходит, то есть не сын, а молодой человек приходит к отцу своей девушки с молотком. Завязка такая. Что там происходит между ними дальше? Ну, это надо узнать, посмотрев этот фильм. Ну, тут есть отсылки, если кто помнит, к Балабанову, к Алексею Балабанову. Жмурки. Была знаменитая картина 90-х, где такой черный юмор достаточно брутальный и, возможно, кому-то покажется через край. Но когда ты принимаешь правила игры, например, тот же Тарантино не чурается кровью в своих фильмах и насилия такого же мультяшного, скажем, то ты уже просто получаешь как бы наслаждение от жанра самого, от того, как это всё там вот показано, как это стильно всё снято, опять же, и как это, юмор там этот. Ну, кому-то нравятся чёрные комедии в стиле Тарантино, Балабанова, я не знаю, ну, вот такое что-то нам показалось это интересным. Ну, кстати, ведь есть своего рода парадокс. Наверное, Квентина Тарантино является самым популярным, раскрученным режиссёром-брендом, то есть это имя-бренд, которое знают абсолютно все, то есть даже, может быть, молодое поколение не знает Спилберга так хорошо, как знает Тарантино, и при этом всё равно ведь картины Тары Квентина Тарантино, скажем, там, «Омерзительная восьмёрка», там, в мировом прокате собирает там 155 миллионов, что, ну, по сравнению там с теми же «Мстителями» или с какими-то там вообще, ну, это, ну, несопоставимо, то есть это говорит «Омерзительная восьмёрка» несомненно. Ну, вот недавно, кстати, в США проводили исследование, по-моему, за прошлый год, какая возрастная группа больше всего ходит в кино, естественно, это оказались подростки от 13 до 19 лет, тинейджеры, собственно, поэтому успех всех этих комиксных фильмов, особенно в Америке, да, потому что это как бы целевая аудитория, этого жанра, и она на них ходит просто вот массово. А, скажем, Тарантино, ну, что он для них, да, мы в своё время в начале 90-х на нём выросли, а новое поколение выросло на подростков, оно как бы выросло на этих комиксах, поэтому, конечно, осталась какая-то прослойка фанов Тарантино, которые ходят на его любой фильм, любой фильм Тарантино это событие, на самом деле так и есть, если там посмотреть какие-то сайты Rotten Tomatoes или ещё где-то, где оценивают фильмы, у него там, ну, всё 80% из 100 где-то, то есть, это очень, ну, высокие фильмы, но, конечно, если это, не знаю, спросить любого подростка, да, то, ну, я не знаю, сможет он ответить, что такое, кто это такой вообще и почему он так популярен, да, популярен ли он среди него, да, но, кстати, ведь мы уже в прошлый раз упомянули о проекте Тарантино однажды в Голливуде, по-моему, да, вот появились уже и новые трейлеры к этому фильму и, в принципе, здесь плюсуется, ну, вот складываются три звёздных имени, это Брэд Питт, это Леонардо Ди Каприо и Квентин Тарантино, ещё до кучи, там, Марго Робби, ну, которая... Альпачино. Альпачино, да, ну, то есть, вообще, что-то зашкаливающее по плотности звёзд на экране. Ну, к нему бегут сниматься, к нему в очереди устраиваются, я думаю, тем более, как он обещал, что он снимет только 10 фильмов, соответственно, это его предпоследний фильм, вроде бы, как уйти на пике, это называется, я, правда, не знаю, получится у него или нет, но, ну, да, однажды в Голливуде выходит, в августе у нас тоже, и... Ну, это опять, это будет что-то, опять что-то, что-то другое, что-то Тарантино, ну, кто видел тизер, который вышел, это, это дань, так сказать, эпохи золотого Голливуда, 60-х, ну, и, соответственно, всё, что вокруг этого. Ну, да, и я напомню, что там будет присутствовать сюжетная линия, связанная с убийством Шарон Тейт, звезды, голливудской звезды, актрисой, её вот как раз играет Марго Робби, банда Чарльза Мэнсона, и это было такое очень, очень резонансное преступление в Голливуде, которое вызвало шок, буквально, и на этом фоне вот вымышленные персонажи, которых играют Брэд Питт и Леонардо Ди Каприо, то есть там не очень много известно, но что-то можно понять уже по каким-то первым рекламным роликам. Ну, и, кстати, вот мы тоже упоминали этот фильм «Джон Уик-3», но просто за время нашей прошлой встречи ещё раз как-то проявил себя Киану Рифт очень по-человечески, действительно, очень тронуло многих историй о том, как он оказался совершенно просто летел эконом-классом, ну, или, может быть, бизнес, но я не знаю, но обычным рейсом, то есть не на персональном самолёте, и когда этот самолёт совершил вынужденную посадку, и нужно было дальше добираться, в общем, авиакомпания предоставила просто автобус, это было, конечно, ужасно неудобно. Там вроде бы сам Киану Рифт взял на себя, там кто-то выложил, как обычно, в сторис, там, причём так подробно довольно выложил, как это всё происходило, кто-то из пассажиров рейса, что сначала он сидел совершенно индифферентный ко всему, что происходит там, а когда зашёл разговор по поводу автобусов, то он взял бразды правления в свои руки, договорился там с авиакомпанией, там, посадил всех по автобусам, чуть ли не там, как там писали, съел банан, выпил йогурт, открыл телефон, развлекал, это было два часа, по-моему, у них переезд был, он развлекал, соответственно, пассажиров, прочитывая какие-то факты из Википедии о том городе, где они приземлились вынужденно, ставил музыку, записанную в 50-х годах, ну, то есть, этот человек, я не знаю, просто, ну, может показаться, что он это делает на публику, но мне кажется, что он такой вот, вот по натуре своей, он такой вот, ну, что он, он готов просто, как бы, дарить себя всего, Хотя вот интересно, ведь, чем больше действительно замечают, говорят, что звезда, чем больше, ну, как-то по уровню, тем более, ну, как бы, демократичнее они себя ведут, потому что, рассказывают, например, что тот же самый Аль Пачино никогда не позволяет себе опоздать на интервью с журналистами, то есть, он очень, ну, как бы, пунктуален и не ведет себя там, потому что его нужно ждать несколько часов, ну, какие-то другие, там, артисты, например, тот же Джонни Депп, там, вот я читал, когда он после съемочного дня проходил, раздавал автографы каждому, вот, кто просил его об этом, там, можно увидеть, например, как Майли Сайрус выходит из отеля где-то, ну, я не знаю, где она там, по каким делам, но там стоит толпа фанатов, и она подходит к каждому расписаться, сделать селфи с этим человеком, то есть, они, в принципе, воспринимают это как часть работы, ну, мне кажется, вот в данном случае, в данной ситуации, океану, это он просто, вот он такой, да, вот это его совершенно према натура, тут же кто-то откопал какое-то видео, снятое из-под полы, как он в метро просто едет, ну, с такой сумочкой, ну, просто офисный работник, там, не дать, не взять, уступает место какой-то женщине, то есть, даже когда он не знает, что его снимают, он просто, ну, он просто по себе такой человек, знаешь, как этот мем, где он там сидит, голубей кормит в одиночестве, в этих всех сторис, там, кто-то в комментариях написал, и что же, ни один из этих, значит, пассажиров не догадался спросить, чем же закончится у Джон Уик 3, то есть, останется ли он там в живых, он и его собачка, потому что ведь у него снова появляется пёс, и там все ужасно переживают, там, в первом же, начало первого фильма как раз начиналось с гибели его собаки, с убийства собаки, и, ну, очень так было. Но пёс там постоянно фигурирует, у него во второй части был пёс. Так что, будем ждать, с нетерпением, уже тем более совсем скоро Джон Уик 3. 17 мая. 17 мая совсем скоро появится, и, по-моему, ещё Мэн Эд Блэк из таких больших, да, премьер. Да, в июне, ну, это не ребут, это, ну, даже не знаю, ну, не продолжение, да, это новые персонажи, это... То есть, они попытались перезапустить историю. Перезапустить франшизу, да, скажем так. Рискованно ведь, потому что, ну, как будто бы этот дуэт, сложившийся, там, или Джонс, и Уилл Смит уже полюбился зрителям. Ну, с одной стороны, а с другой стороны, возможно, новой аудитории будет интересно посмотреть на новых героев, да. Опять же, Крис Хемсворд, Тор, в одной из главных ролей, Лайм Нисон, недавно скандалившийся, но... Это с чем? Это с тем, что он... Ну, опять же, там, на расовой почве. Вот. Ну, то есть, это для Америки актуально, там, это же скандал, я думаю, что у нас это как-то меньше... абсолютно не заметили этого скандала. Ну, во всяком случае, да, будем ждать, потому что это очень интересный пример такого перезапуска, ну, вот уже популярной франшизы, и скоро, скоро мы сможем оценить эту картину. Ну, что же, вот мы, наверное, так вкратце рассказали... А, еще просто пришла очень интересная новость, что все-таки фильм «Война токов» выйдет на экраны с Бенедиктом Камбербичем и Майклом Шенноном. Просто была уже премьера, говорили, на кинофестивале в Торонто, его показали в 17-м году, и тут продюсер картины, Харви Вайнштейн, попадает в скандал, и картину в лучших вообще советских традициях полочного кино, ее просто кладут на полку, ну, как же так, вот мы не можем с именем Харви Вайнштейна ее выпустить на экраны. Ну, и слава Богу, ее решили все-таки выпускать, и, ну, я не знаю, насколько этот, ну, маразм закончится, надеюсь, в августе 2019 года ее покажут. Спасибо большое. Александр Дубаневич сегодня был у нас в студии. До новых встреч. Спасибо. До свидания.